Как говорят, перед смертью не надышишься. А если записывать будут, давайте я без очков, или лучше в очках. Как там кадр? Нормально. Это камера? Прикольно. Дашь мне все ссылочки напишите. А, пришла? Только запись будет. Я могу, конечно, клацать, но тогда, конечно, картинка на камеру будет не очень красивая. Да, она чуть-чуть не обновленная, там будут грамматические ошибки. Простите, я не успел обновить. Тот, что у меня лежит локально, файл, то он, конечно, обновленный, а там я решил так уже оставлю. Пусть будет аутентично, с аутентичными ошибками автора грамматические. А, ошибки на китайском или нет? Да нет, на китайском мы только неделю назад как сделали что-то. Так, Антон, я потерял презентацию. Ага, хорошо. Ну, бывает. Вот она. Да, давай я ее открою вот так. Вот так она. Ой, нет, это следующий слайд. Ну, может быть, надо файлом отдельным, если это тогда будет работать. Может, оно не играет, ну, не работает со слайдшером, это же как бы из онлайна. Хорошо. Или, а можешь светло включить еще? Вот так вот. Вот. Самое главное, оно в голове у меня. Я уже эту презентацию рассказывал много раз. Больше опыт, а поговорить. Алло, это Саша. Смотрите, я где она упал, и там вообще подъедет. Не понял. Не отходя от кассы. Мы, кстати, работаем и в субботу, и в воскресенье. И мне хотелось все об этом как-то рассказать. Есть группа людей, она почему-то думает, что вот есть выходные, надо отдыхать. Вот нифига. Если хотите быть предпринимателями, какие-то делать стартапы, наши в Китае, и у них все, а разница с Китаем 6 часов в плюс. Ну, с некоторыми провинциями и 7 часов в плюс. И, соответственно, а все у них встречи там на 9 утра, на 10 утра. То есть я сейчас не сплю до 5 утра, до 6 утра, чтобы быть онлайн, если что, там, в случае чего, быстренько по Вичату. Это единственное, что у них работает. У них не работает, как вы знаете, Skype, не работает Facebook. Ну, звонилка, по крайней мере. То есть там можно фотки выложить, какой-то статус присутствовать, но звонить, мы часто созваниваемся по фейсбуковскому мессенджеру, вот, он там не работает. То есть единственное средство коммуникации это Вичат. И вот ты сидишь такой до 5 утра по киевскому времени, караулишь, чтобы вдруг что-то там, асап какой-то произойдет, чтобы и в субботу, и в воскресенье вообще нету никаких, ничего святого не есть. А внутри Китая все работает или нет? Или ну, да, будет. Не, не, не работает и ни внутри, ни снаружи. Ну, как бы, они же заблокировали Google, заблокировали Facebook, но все можно обойти. Но просто это надо настраивать себе ProVox и прочее. Ну и плюс есть Вичат, смысла нет. То есть Вичат это их такой вообще мессенджер, плюс социальная сеть, аналог Facebook. Поэтому нет нужды обходить. Ну, в целом, если ехать туда надолго, есть прям какая-то нужда там, например, по скайпу созваниваться, то все это спокойно решается. Такой интересный момент, интересный кейс. Меня ожидали. Я выгрузил кучу всех вот этих презентаций на слайдшейере, а они в Китае не открываются. Мне Хлебная пишет, срочно вышли мне, причем не на Gmail-овскую почту, а на Mail.ru. Мы Mail.ru не уважаем. Ну, он же просматривается. Вышли мне все презентации срочно на Mail.ru, потому что я даже в Gmail не могу с вас зайти. Да-да-да. Такой нюанс. Да. Не, они работают? Буду лезть руками. Да-да. А вы из какого стартапа, что вы делаете? У нас стартап IT, в принципе, поэтому мы пришли к темой дни, связанной с обработкой финансовых транзакций и даты. Ага, ну вы как бы в 12-91? Да, да, да. Хорошо, как мы начинаем? Да, да, можно начинать, там сейчас ребята подойдут, но красавица нет. Меня зовут Антон Вокруг, я управляющий партнер нескольких компаний. Здесь сидит Саша Ганжа, это наш тоже партнер и технический директор. Все глубокие вопросы, технические, по математике, по алгоритмам, адресуйте к нему. Но сразу говорю, он может нудить немного, поэтому будьте готовы, что он будет нудно рассказывать вам теорию графов или еще какую-нибудь теорию. Я же поверхностно попробую рассказать наш какой-то обобщенный опыт, мой, нашей команды и привести какие-то примеры, кейсы. Они, конечно, в большинстве будут касаться наших компаний, наших бизнесов и проектов, но потом дальше будут и другие. В любом случае, самое важное мне передать вам, что такое большие данные и как их можно использовать реально в бизнесе. Почему? Потому что об больших данных все говорят, говорят и у нас, и на Западе, в Штатах, в Силиконовой долине. Но очень мало кто умеет что-то с ними делать реальное, то есть вытягивать оттуда реальную пользу. А на самом деле пользы в ней очень много и, как мне кажется, что следующая техническая IT-епоха, она будет вокруг больших данных и аналитики, которые можно получить из этих массивов данных. Немного пройдемся по теории, что такое большие данные, откуда они берутся. В целом, совокупность любых действий, любых пользователей в сети, которые мы можем оттрекать, то есть собрать из этого статистику, это уже и есть большие данные. В принципе, из этого всего с правильными алгоритмами можно получать какую-то правильную информацию. Ну, например, мобильная связь, она полна такими данными. Мы встречались с бывшим директором Киевстара, много с ним вели беседы, он нас натолкнул на разные идеи и мысли. По сути, мобильная связь – это некий товар, который человек регулярно покупает, у него есть определенный цикл. И то, какими платежами он платит, то, когда он платит, какую связь он использует, естественно, география, где он эту связь использует – это колоссальный кладезь информации, которую, если мы проанализируем, мы будем, в принципе, понимать о человеке. Но если не все, то очень-очень-очень многое, потому что мобильная связь – это сейчас неотъемлемый атрибут нашей жизни. Социальные сети, стоит ли говорить, если мы получим полноценный доступ к каким-то данным в Фейсбуке, когда человек не только то, что он пишет, то есть мы не только делаем семантику, а мы, например, смотрим, где он бывает, в каких ресторанах, в каких заведениях, что он покупает, какие фотографии он выкладывает. Потому что у Фейсбука, например, есть алгоритм, который понимает, что на картинке находится – животное, человек или какое-то растение. Более того, наверняка вы сталкивались с тем, что человек укладывает какую-то фотографию, и тебе уже предлагается отметить кого-то на нем. То есть Фейсбук, в принципе, он может отследить, где, какой человек находится. Даже если вы хотите остаться в секрете, например, вы там, ну окей, допустим, вы какой-то шпион, вы едете в какую-то Иорданию, там щелкнулись, да, или вас сфотографировали, или какая-то камера на светофоре вас сфотографировала и, допустим, выложила в Фейсбук, хоп, а вас уже понятно. Ну, это Антон вокруг, но Антон вокруг в Иордании. Ну, то есть вы понимаете, что приватность, она не то, что уже уходит, она уже ушла на второй план, да, и получается, что из социальных сетей можно вытягивать… Ну, наверное, если иметь возможность, вот это уже такая моя оценка, может быть, я не прав, но если иметь стопроцентный доступ к социальным сетям человека, можно сделать стопроцентный анализ социального портрета человека. То есть мы можем четко знать, кто он, что он делает, что ему нравится, как он поступит в той или иной ситуации. В этом есть и хорошая новость, потому что, ну, мы можем прогнозировать массу каких-то и бизнеса, и социальных процессов, каких-то социальных явлений, но в целом это получается, что забудьте о приватности, потому что приватность теперь существует где-то только в частном доме в лесу, где нет интернета. Поведение пользователей в интернет-магазинах – это то, с чего мы начали дальше, я буду об этом рассказывать, это компания Датапром. Когда мы, например, на интернет-магазине стоят наши, допустим, скрипты трекинга, и мы видим, где человек водил мышкой, на каких товарах он был, какие товары он покупал, в какой ценовом диапазоне. Если это товары, связанные, например, с одеждой, мы можем понимать, какой стиль одежды он выбирает, какой цвет. Об этом косвенно мы можем сделать, ну, очень глубокий и полный социальный портрет того или иного пользователя. Видео и аудиоконтент, он, по психологическим данным, он отображает психологический портрет человека. То есть мы смотрим те фильмы, которые нам нравятся, мы смотрим те клипы, которые нам нравятся, слушаем эту музыку. То есть таким образом мы можем действительно построить о человеке какую-то информацию, так называемый профайлинг. То есть когда мы разные кусочки данных складываем об одном и том же объекте, это не обязательно может быть человек, это может быть любой объект, компания, например, складываем в некий профиль и формируем о нем некий такой профайлинг, профайлинг, дополняя-дополняя данными и в итоге получая какую-то красивую картинку, которую потом в будущем можем использовать. Самый главный нюанс. Большие данные звучат, как большие данные. Все думают, елки-палки, где мы их возьмем, а какой этот объем? Одни говорят, это гигабайты, другие там эксперты говорят, что это терабайты, там кто-то говорит, что нужно вообще быть компанией Google или Facebook для того, чтобы заниматься большими данными. Но на самом деле то, к чему мы пришли, там мысль, на какой мы остановились, что важно не большие данные, а важно то, какие вы алгоритмы и методы анализа используете. Потому что понятие большой-маленький, оно очень относительное, но то, какую вы пользуете, даже из маленького количества данных получаете, то и есть вашей ценностью и вэлью. И на самом деле можно получать из средних интернет-магазинов какую-то аналитику и на основе нее строить какой-то прогноз, какие-то трендовые явления и для себя понимать, что вам нужно в бизнесе подкрутить, докрутить, для того, чтобы в итоге получить прибыль. Какой же важный момент. Процесс R&D, когда вы исследуете, какие алгоритмы применять, он может быть очень длинным и очень долгим. И зачастую маленькие и средние компании, они не могут позволить себе посадить штат из 10 дата-санцистов, у которых зарплата от 3000 долларов, и сказать, окей, занимайтесь R&D, там что-то себе экспериментируйте. Вот у нас Саша, технический директор, он очень любит экспериментировать. Мне регулярно нужно приходить, иногда даже с ссорами, и его как бы приземлять, условно говоря, то есть направлять в русло, что нам нужно не лабораторией управлять, а нам нужно делать бизнес, решать задачи клиента. Поэтому только большие компании, такие как, например, Amazon или Alibaba, они могут позволить себе нанять вот этот штат программистов и экспериментировать, и разрабатывать там те или иные модели, и получать ту или иную выгоду. Маленьким же компаниям остается, маленьким и средним компаниям в разных отраслях остается вариант сотрудничать с стартапами, сотрудничать с какими-то веб-сервисами, компаниями, которые предоставляют вот эту вот аналитику. Я надеюсь, что вы как бы одни из этих компаний, которым интересны большие данные, и вы можете разработать такой веб-сервис, который будет анализировать, а средние-маленькие бизнесы будут к вам приходить и быть вашими клиентами. Зачем нужны большие данные? Вот это вот самый такой непростой вопрос. Почему? Потому что их применить можно на чем угодно и как угодно, но по нашему опыту мы пришли, что самое важное в анализе больших данных это так называемый предикшн, прогнозирование. То есть, когда мы на основе каких-то данных можем делать прогноз тех или иных бизнес-процессов, поступков клиентов, что им сейчас нужно, что им нужно будет через год. Естественно, эти данные можно экспортировать в какие-то там CRM-ки и через год делать какие-то напоминания. У любого товара есть какой-то там жизненный цикл, да? У любой услуги есть жизненный цикл. И если мы его можем прогнозировать, то мы, соответственно, можем напомнить о себе клиенту. Ценообразование. Есть такой стартап, он украинский, уже, наверное, не стартап, а уже компания, называется Компитера. Наши коллеги, мы с ними знакомы. Так вот их основной, основная суть бизнеса, их сервиса, это что они на основе анализа больших данных на других интернет-магазинах формируют цену. Ту цену, которая, во-первых, она будет соответствовать вашим внутренним KPI, заложенным в вашем бизнесе, потому что вы же не можете тоже там от фонаря ставить цену, вы преследуете какую-то прибыль, преследуете какую-то маржу. Но и с другой стороны, вы не можете заломить выше, потому что тогда у вас не будет клиентов, не можете поставить цену ниже, потому что тогда вы будете в минусе. И, соответственно, такой стартап, такой проект, он решает вот это вот ценообразование для интернет-магазинов. Это уже первый кейс, интересная история. Как просто ребята анализируют движение цены, тренды цены и предлагают своим клиентам ставьте вот такую стоимость. Логистика, закупка товаров. Например, логистика и закупка товаров мы брендштормили над одним проектом для одной торговой сети, что им очень, когда магазинов оффлайновых, локальных, их, скажем, 20, и у тебя есть какой-то один центральный склад с продуктами, причем продуктами питания, у которых есть срок годности, и он там, как правило, например, 2 недели, то для тебя ключевым становится грамотное распределение логистики, грамотное разведение вот этих вот товаров по вот этим 20 магазинам. Более того, ты должен понимать, что, например, в магазине, который на троечине торты еще остались, и у них срок годности еще неделя, а, например, в магазине, который там на Петровке, там закончилось молоко, у которого срок годности недели, и туда нужно что-то подвести. Так вот, стартап, который решит вот эту вот задачу на 100% целиком и полностью, он будет иметь огромный успех и иметь больших клиентов, таких, как там Фуршет, Ашан, АТБ и прочее. Также прогнозировать некие социальные явления. Трафик на дорогах. Например, мы знаем, что есть Яндекс.Навигатор, который, ну, если кто водитель, им пользуется, мы можем ехать куда-то и видеть, да, здесь зеленая дорога, здесь у нас красная, здесь у нас уже бордовая. Как они делают? Есть определенные предположения. На 100% я не знаю, но я предполагаю, что этот Яндекс.Навигатор установлен практически сейчас на всех украинских смартфонах, ну, или на смартфонах, которые в СНГ. И вот ты едешь за рулем, едешь, например, ты 60 км в час. Телефон позволяет это понимать, оттрекать, что ты едешь 60, потом у тебя скорость сокращается до 40, а потом она у тебя 5 км в час. То есть понятно, что ты стоишь в пробке и, соответственно, когда он получает, там, центральный сервер какой-то, получает сигналы о том, что 10 таких смартфонов на этом участке дороги начали ехать с 65 км, снизили свою скорость, то, естественно, он такой думает, окей, надо здесь поставить уже даже не желтую, а красную. А когда вы полностью встали, он ставит бордовый цвет и говорит, все, туда ехать не нужно. И я, который всегда смотрит маршрут, запланирую как-то объехать по-другому. Но в любом случае мы можем с помощью больших данных анализировать ряд социальных явлений, таких как трафик на дорогах. Или, например, военные действия. Есть зона АТО, где у нас есть какие-то там передвижения какого-то военного транспорта, как нашего, украинского, так и, допустим, вражеского. И у нас есть какие-то там сигналы, что с такой-то скоростью, столько машин, поехало туда-то, туда-то. Например, если у нас сначала был сигнал, что у нас из пункта А в пункт Б 10 гусениц поехало, а другой сигнал нам говорит, что всего 3 гусеницы, то у нас получается какой-то конфликт, и военные аналитики, они могут эту информацию уже анализировать, смотря, глядя ее на карту, на карте смотреть, какие там есть дороги и так далее, и так далее. Во всем этом может помочь анализ, грамотный анализ тех данных, которые у нас есть. Самое главное, что на основе прогноза мы можем осуществлять персонализацию. К чему сейчас идет вообще технологии и бизнес, и коммерция, как мне кажется, я думаю, многие согласятся и подтвердят это, что если раньше предложение было общее для общей какой-то целевой аудитории, для всех, да, то есть мы там открывали какой-то магазин и думали, ага, у меня целевая аудитория там 100 тысяч киевлян в таком-то возрасте, с таким-то доходом, мне им нужно продать вот то-то, то-то за такую-то цену. То сейчас мир идет к тому, что нет вот этой общей массы 100 тысяч клиентов. У нас есть отдельно Андрей, отдельно Иван, отдельно Сергей, Антон, Саша, и нам отдельно каждому нужно предоставить релевантный его потребностям товар в его цветовой гамме, в его стиле, в его размерах, в его предпочтениях. Кто-то любит iOS, кто-то любит Android. Я, например, на iOS, и Саша мне постоянно доказывает Android. И, соответственно, ему нет смысла предлагать iPhone. Поэтому очень важный момент применения вот этих вот данных и этого анализа в коммерции, это персонализация. Когда мы предоставляем услуги или товары, или что-либо, релевантные запросы каждому конкретному пользователю. И как итог, умное использование больших данных, оно непосредственно приводит к прибыли, к росту прибыли у компании. И это очень важный момент, почему нужно использовать, почему в это направление нужно идти, почему сейчас большие данные в тренде. Потому что это реальная прибыль в бизнесе. Это не какие-то там большие васюки, это не какие-то там теории. Это реально применимые результаты и прибыль. Начнем с кейсов. Первая наша компания, первый бизнес, который мы запустили уже где-то лет 3-4 назад, компания Dataprom. Это использование анализа больших данных в интернет-коммерции, на интернет-магазинах. Наши клиенты устанавливают у себя на сайте наши трекинг-скрипты. Мы можем четко анализировать, что человек смотрел, куда заходил, сколько времени он на это тратил, где он водил мышкой. То есть мы таким образом думаем, что это его зона внимания. То есть можем анализировать даже изобилити. Анализируем в какой цене, в каком ценовом диапазоне он купил те или иные товары. И на основе этих данных с помощью виджетов мы предоставляем персонализированные товары для этого же пользователя. То есть когда мы узнаем пользователя, когда мы узнаем клиента на основе каких-то там алгоритмов и методов, мы понимаем, что ему нужно. Люди все разные, люди все уникальные, индивидуальные, поэтому для каждого уникально предоставляются ему релевантные товары. И это увеличивает минимум по нашим статистикам 15-17% прибыли. Когда такие какие-то алгоритмы применяются, то от этого конкретно растет прибыль интернет-магазина. Упсел, кроссел, это будет интересно, почитайте. Следующую компанию, какую мы начали, это компания Data Scoring. Еще на заре, когда мы думали запускать Data Prom или Data Scoring, мы думали, в какое направление идти. Или идти в интернет-коммерцию, или идти в так называемый банковский финансовый сектор. Спустя полтора года, как мы запустили Data Prom, мы решили пойти и в это направление. В чем суть? Приходит заемщик в какую-то кредитную организацию, будь то банк, или, например, кредитная спилка, или сервис онлайн-займов, микрозаймов, которые сейчас модные. Он говорит, мне нужна определенная сумма денег. Так вот, мы не можем просто ему дать эту сумму денег, мы должны его оценить. Проскорить. Существуют разные скоринговые модели. Как правило, они на бумаге, есть какая-то анкета, где человек выставляет галочки, пишет, ставит какую-то там фотографию, какой-то кредитный аналитик сидит, анализирует, смотрит, а у него там какая-то зарплата, вот какая-то там справка с работы, и так далее, и так далее. Хорошо, этому можно дать кредит на холодильник, каких-то 20 тысяч гривен, будем надеяться, в течение полугода он вернет. Вот эта скоринговая модель, она древна как мир, от нее уже уходят, она неэффективна, от нее растут невозвратные кредиты, что портит статистику как для банка, так и для кредитной какой-либо организации, потому что это конкретно потери в бизнесе, когда человек, заемщик не возвращает деньги, средства, которые он взял. поэтому сюда включается, мы пошли путем нейронной сети, организовали нейронную сеть, это группа алгоритмов определенных, мы анализируем паттерновое поведение пользователя, то есть если у нас есть миллион историй, из которых 200 тысяч плохие заемщики, то мы можем проанализировать, почему они плохие, и прийти к выводу, что, например, 30-летние программисты, которые до этого брали кредит на красную машину, они там кредит на холодильник не возвращают, или наоборот, в чем отличие, почему этот метод более эффективный, потому что, когда у нас анализирует ту или иную информацию машина, так называемая машина, лернинг, дикмайнинг, то есть включается вот этот человеческий фактор, когда человек может не заметить какую-то очень второстепенную информацию, машина ее однозначно заметит, и заметит она в течение секунды, а не в течение анализа двух-трех дней, когда сидит этот человек, как-то пытается что-то там прикинуть, смотреть какие-то коэффициенты, то есть мы оставляем это решение на машину, машина в большинстве случаев не ошибается, или по крайней мере ошибается гораздо меньше, чем человек. Собственно, третий кейс, второй кейс, дата-скоринг, скоринговые модели в кредитных организациях. Третий кейс, это как апогей нашего опыта, мы много там изучали большие данные, разные алгоритмы, применяли разные там нейронные сети, ненейронные сети. Мы пришли к выводу, что мы можем пробовать, прогнозировать движение фондового рынка. На самом деле, это можно, это получается. фондовый рынок можно прогнозировать двумя способами, техническим анализом, фундаментальным анализом. Мы пришли к выводу, что если включить нейронную сеть, если включить анализ новостного шума, который идет из разных новостных сайтов, каналов, и так далее, мы можем прогнозировать и понимать, куда пойдет та или иная акция. И на данный момент наши торговые стратегии, которые строятся на наших вот этих моделях, они показывают очень высокую эффективность, предикшн порядка 83-85%, с чем не сравнится никакая другая торговая стратегия, построенная, например, только на техническом анализе, или, например, сидит группа из пяти аналитиков, они там какие-то новости изучают. Компьютер может это делать быстрее, компьютер никогда не включает человеческого фактора, он не хочет спать, у него нету там сонливости, он не провтыкает какую-то запятую где-то, то есть он видит очень все четко, и это работает. На этом наши кейсы личные заканчиваются. Немного по мировым кейсам. Медицина. Может быть, кто-то слышал из вас про компьютер Ватсонс? Ага. И слышали, что там запустили такой черный ящик на нейронке, который может выставлять диагноз и давать терапию. Была женщина, которая анализирует, недавно была новость, ну как недавно, уже месяца 4 назад, была новость, что у женщины был рак, но консилиум из там 10 каких-то крутых медиков, академиков, они не могли поставить ей этот диагноз, а компьютер поставил. Более того, компьютер не только поставил диагноз, он дал гораздо лучше терапию для лечения, сейчас женщина это жива, рак лечится уже, медицина идет вперед, и представляете, то есть получается благодаря компьютеру, благодаря алгоритмам, благодаря нейронным сетям женщина жива, то есть компьютер теперь может спасать людям жизни. И я уверен, что вопрос в ближайших 10 лет, когда такие медицинские Вики, которые из Айзека Азимова, не Википедия, которую мы знаем, а Вики, откуда и назвали Википедию, они будут анализировать какую-то медицинскую историю пользователя, человека, имея в себе огромную базу данных на основе, не знаю, генетических исследований каждой народности, на основе анализа групп крови и прочих вещей, она может ставить теперь полноценный диагноз и давать еще и более качественную и грамотную терапию, что не второстепенный вопрос, потому что просто поставить диагноз это одно, у нас даже в Украине я столько читаю в фейсбуках, у нас даже толком не могут грипп вылечить, то есть когда ты заболел гриппом, тебе зовет то одно, то другое, а в итоге все равно болеешь неделю. Ага, по военной промышленности я рассказывал, у нас были там некоторые практики, но мы не можем о них говорить, трафик пробки GPS тоже рассказывал, это как Яндекс типичном, или например недавно, кто видел новость, Uber открыл данные по пробкам, то есть у каждого Uber таксиста у него есть приложение, которое постоянно активно, оно мониторит, где ты едешь, где ты стоишь, где ты бензин тратишь, и представляете какой огромный поток информации, можно проанализировать, как формируется пробка, из-за чего все начинается на том или ином участке дороги, и как ее рассасывать, то есть это вообще кладезь информации и очень серьезное решение. Мониторинг СМИ, важный очень момент, сейчас мы живем в цифровую эпоху, и каждый может написать что угодно, то есть мы можем открыть какой-то бложек себе, сделать какой-то сайт, можем написать какую-то статейку, и это прочитает весь мир, если мы линк расшарим на фейсбуке, и таким образом мы можем, это и хорошо, и плохо, почему хорошо, потому что каждый может высказаться, а плохо получается, знаете, как такая пошлая есть поговорка, на заборе тоже написано, но это не перестает быть забором, вот так вот я занудно это расскажу, то есть любой может написать, но это не факт, что правда, и когда мы можем анализировать СМИ какие-то, поток информации, новостной шум, мы можем понимать по паттернам, что вот эта новость честная, правдивая, а вот эта новость заказная, в Украине этим уже занимается компания Лига, Лиганет, они выкатили недавно какой-то сервис, ну тоже где-то месяца два назад, в конце зимы, или осени, где они анализируют упоминаемость политиков в тех или иных, в тех или иных медиа, и можно таким образом понимать, где такие опальные наши украинские политики больше всего пиарятся, и из этого можно делать косвенный вывод, что вот этот вот медиа, оно продажное, потому что, ну мало кто захочет пиарить опальных, отбелять каких-то там опальных политиков, но тем не менее они это анализируют, они могут это видеть, и когда я читал их анализ, там какой-то там доклад, то я вам скажу, что под продажные СМИ попали очень многие уважаемые в Украине средства массовой информации, которые мы каждый день читаем и думаем, что вот на основе их информации мы можем делать какие-то выводы, а на самом деле нет, там кто-то платит деньги и какая-то часть новостей, она идет за деньги казино казуальные игры был у нас клиент и по играм и по казино по онлайн казино серая тема может быть многим не понравится ну по крайней мере про казино онлайн казино да, это некий сайт с какими-то там играми код условно говоря у него есть аудитория в 10, в 15, в 20, в 100 тысяч пользователей для них ключевое это определить какой пользователь принадлежит какой-то из групп их 7 они начинаются от випов и потенциальных випов до бонус-хантеров читеров обманщиков взломщиков там и так далее и так далее и для казино принципиально важно то есть это ключевое в их бизнесе с чего они зарабатывают деньги определить кто из этих пользователей который только-только зарегистрировался потенциальный вип с потенциального випа они зарабатывают больше всего денег то есть это для них ключевое А кто из этих пользователей Из этой массы аудитории Кто из них читер или бонус хантер Бонус хантера как правило Активность как то занижают Не дают ему бонусы Потому что он делает только нагрузку И все забрал там какую то мелочь и ушел А читеры которые взламывают И какие то там методы применяют Их нужно блокировать Более того когда есть потенциальный вип Его раскручивают до состояния випа Определенными бонусами За которые казино платит реальные деньги То есть там 300 баксов, 500 баксов Дает бонусы на 1000 долларов Так вот для них тоже очень важно понимать Что вот этому потенциальному випу Нужно дать 300 долларов И он станет випом Но не 500 и не 700 и не 1000 То есть не давать огульно деньги И вот наш черный ящик Он мог анализировать аудиторию Сегментировать по вот этим вот группам И говорить что вот этому надо дать 300 А вот этому надо дать 700 И таким образом количество потенциальных випов И випов у онлайн казино росло А затраты на условно говоря маркетинг Назовем это маркетингом Они снижались И это тоже для казино было очень большой выгодой И очень большим решением По казуальным играм приблизительно та же история Все казуалки они строятся вокруг Реальной покупки для персонажей каких то артефактов Перейти на другой левел Или там какой то меч купить И так далее и так далее Естественно они строят всю логику игры внутри Так чтобы выгоды купили Чтобы вам было нудно проходить какой то длинный левел Лучше купить Как то прообрейдить свои доспехи Купить танчик и так далее и так далее Ежедневно там миллионы пользователей Осуществляют какую то деятельность Что то покупают Куда то идут Как то там ведут себя на сайтах В играх там и так далее То есть есть определенная данная Дата Которую если анализировать То на основе ее можно вычленять Определенные паттерны поведения Которые человек никогда не определит Потому что мы знаем Человек хочет спать Хочет кушать У него сегодня хорошее настроение Завтра у него плохое настроение Он там поругался Не поругался и так далее А машина она может четко определить Паттерн Что вот такая группа Или подгруппа Или подподподгруппа То есть компьютеру не проблема Нарезку сделать вообще там До конечного одного пользователя И вычленять вот эти паттерны и понимать, как пользователь будет вести себя на том или ином этапе и, соответственно, потом этот паттерн натягивать на следующего нового, какого-то нового зарегистрированного пользователя. Все это большие данные, все это анализ больших данных, алгоритмы, методы и модели, которые можно применять. Применять их можно к любой индустрии, к любой сфере. Из этого получать прибыль, создавать какие-то веб-сервисы, зарабатывать деньги. Так, по-моему, это последний слайд. Это мои контакты, если нужно. Вилл Смит говорит вам забыть обо мне. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. А в фейсбуке можно контактировать? В фейсбуке можно. Я в фейсбуке онлайн постоянно, но только никогда в Китае. Там фейсбук не работает. То есть, если в фейсбуке нет, значит, проверят. Ну или умер. Отличный вариант. Мы все смертные, к сожалению. Можно еще это видео передать, да? Которое вы мне скидывали? Какое? А, по-моему... А, это была презентация, может быть. Я, может быть, скидывал видео, где я читаю этот же доклад, но на конференции Data Science. Ну, если вам не проблема, ну, как бы, что там логотип Data Science, UA, то, пожалуйста, конечно. Там я эту презентацию разложил на дольшее время, почему-то. Да? Да, здесь как-то все согласны. Никто не спорит. Получилось быстрее. Очень спорили на конференции? Конечно, там же собрались Data Science. Пытались доказать, что в Украине есть Big Data. Ну и так далее. А чем был спорен? Очень интересно. Ну, один там украинскую мову испытал, чему не працюет Big Data в Украине. И как она может развиваться в Украине. Ну, мой ответ такой, что только в рамках аутсорса. Потому что, к сожалению, экономика у нас сейчас не в самом лучшем состоянии. Бизнесы немного стагнируют. И, что самое важное, у нас бизнесмены, я не хочу говорить, не образованные. Да, это, наверное, как-то их обидит и не очень грамотно будет. Они не инновационные. Если в Штатах, да, или, например, в том же Китае ты приходишь. Ну, например, вот у нас классически мы много знаем про интернет-магазины, про работу с интернет-магазинами. У нас есть офис в Гонконге. И, ну, мы там имеем несколько клиентов из Азии, да, и с ними. У нас есть паттерн их поведения. Так вот, ты к ним приходишь и говоришь, у меня есть какое-то решение для интернет-магазинов. Даем тебе 3 месяца от реального доступа. Да, окей, ставь, что тебе надо. У нас же не понимают, не хотят. Они не понимают, что такое инновационность. Для них суперкруто, это когда ты выгрузил товары на пром.юа. Все, это ты гений. То, что ты работаешь с прайсинговыми какими-то агрегаторами, это круто. Вот это для них, типа, самое крутое. Поэтому, когда ты к ним приходишь и говоришь, что Бигдата помогает в e-commerce, они не понимают, о чем ты говоришь. И не хотят пробовать, и не хотят это даже тестировать. Ну, потому что просто тип мышления не инноваторский. А вы с розеткой не работаете? Очень вообще кружили их, очень хотели, встречались и с Чечеткиным, Владиславом. Но они сами понимают ценность данных, и у них большой бизнес. У них есть ресурс посадить программистов и сделать все in-house. То есть, все проанализировать и заточить алгоритмы конкретно под себя. Потому что мы в любом случае, как сервис для многих интернет-магазинов, мы делаем универсальное решение. А они могут заточить конкретно под себя. Им же не надо для других это делать. Думаю, что e-commerce будет потребность в ваших услугах, когда они уже дожмут все свои ресурсы, когда им нужно будет больше как-то понимать, понимание пользователей, чтобы еще больше зарабатывать. То есть, пока у них есть доход, у них типа все хорошо, в шоколаде, они говорят, ну зачем? Ну, не совсем в шоколаде. Отчасти, если им достаточно. Ну, это ты говоришь про Украину. Мы не особо смотрим на Украину. К сожалению, это не совсем патриотично. Мы на Азию идем. На Азию. Да, да. Я думаю, что в какое-то время мы дойдем до Китая и будем работать на рынке Китая. Потому что там объем e-commerce, рынка интернет-коммерции, он там миллиардами измеряется. Просто там 300, 500 миллиардов, 700 миллиардов. Ну, понятно. Один процент, если я захвачу один процент в Украине и один процент рынка в Китае, это вот так вот. Небо и земля. Просто принципиально в 100 раз разные суммы денег. А телодвижение мне надо сделать те же самые. Ну, вот звучало там такое, да, что правильное использование Big Data приносит прибыль. Как определить именно правильное использование, что правильное использование? У любого бизнеса есть KPI. То есть любой бизнес, опять же, не про Украину это сказано. Потому что у нас очень многие такие шароварщики. Ну, прости, страна любимая, люблю, но, увы, это факт. Но все бизнесы, они, как правило, поддаются какой-то методологии. У них есть какая-то математика, есть свои какие-то KPI. Продажи, прибыль, количество заходов, сайты, обращения, там, я не знаю, поток звонков и так далее, и так далее. Вот когда ты знаешь вот конкретно на какую цифру, на какой коэффициент вот это тут нужно повлиять, тогда ты можешь применять те или иные модели. И когда у тебя, естественно, этот коэффициент растет, значит, это правильная модель. Если он у тебя падает, это неправильная модель. Вот так все просто. Но главное понимать, что нужно поднимать. Потому что очень многие... Я хочу денег, все. Мне нужны деньги. Ну, классно, иди тогда положи деньги в банк, не в украинский. И будут тебе деньги. Как-то так. Вопрос просто. У вас разные предметные области, получается, да? Делали, как бы, применяли себя. Так получилось. Вот. И вот есть, как бы, типовой, скажем так, план, да? Проекта, который вот вы реализуете. То есть первое, это должно быть исследование данных, да? То есть эти данные, по большому счету, должны быть, и вы должны с ними работать, исследовать, чтобы получить какой-то результат, да? То есть какой результат, это уже, скажем так, сразу сейчас сказать. Это нужно потратить какое-то время, какой-то этап на их исследование, так? На самом деле, это классика, чему учат, наверное, в этом инкубаторе по созданию стартапов. То есть есть какой-то MVP, есть какая-то работа в полях, есть работа с клиентами. Как это еще называется? Лин-стартап и, как он там, кастомер-девелопменты. Да, да, да. Вот мы вот применим к BigData, можно, скажем так, как-то? BigData лишь инструмент. Суть такая, что у тебя есть определенный рынок, у тебя есть сфера, у тебя есть какие-то клиенты из какого-то направления. Например, берем, окей, e-commerce заезженный. Ты анализируешь рынок e-commerce во всем мире, вот такой огромный, там, в таком-то регионе, вот такой, в таком регионе, вот такой. Ты думаешь, окей, пойду в этот рынок. Кто у тебя есть из знакомых? Ты начинаешь смотреть, кто у тебя из знакомых, владельцы интернет-магазинов. Ты с ними встречаешься и спрашиваешь, что у вас не работает, ну, чего вам не хватает? Они наверняка знают, потому что любой бизнесмен, который вникает в свой бизнес, он зарабатывает какие-то деньги, он не сидит на диване и просто деньги получает. Он все анализирует и понимает, у меня неправильно строится логистика, я никак не могу логистику настроить, или у меня неправильное ценообразование, я постоянно ставлю цену выше, потому что мы все хотим заработать бабло, а люди не идут на такую цену. Мне нужно каждый день менять эту стоимость. А представь, у меня 10 тысяч товаров, как ты в 10 тысяч товаров каждый день поменяешь цену? То есть нужна какая-то автоматизация. Вот, собственно, на такое пришла компьютера. Она анализирует, не знаю, тысячу интернет-магазинов, цены, там, кушает эти прайс-агрегатор, я не знаю, какая у них там механизм. Вот, они анализируют, вычленяют, что вот этот iPhone 6 Plus, там, в розовом цвете, он должен стоить там 21 тысячу гривен, да, 21 750. И предлагается такая цена. Вот, и делаешь MVP какой-то. Потом идешь к своим друзьям, клиентам, тестируешь это дело, как только у тебя получилось, и они готовы платить тебе хотя бы 20 гривен в месяц, или там вообще за какую-то установку, ты это масштабируешь, превращаешь в коробочное решение, и все понеслось, тут уже, ну, либо есть инвестиции, либо ты их находишь, маркетолог, маркетинг, продажи, колы, салзы и так далее, и так далее. Большие данные лишь определенный инструмент, то есть вот у тебя для бизнеса есть ряд инструментов, перфоратор, молоток, зубило, линейка, какой-нибудь карандаш, вот, перфоратор это большие данные, но перфоратор без линейки и без карандаша нож не поможет, ты сделаешь две дырки и повесишь что-то криво, да, то есть надо еще и отмерить, вот, собственно, сами по себе в вакууме большие данные не существует, их нужно оформлять в обыкновенный классический бизнес, где есть клиенты, исследования, маркетинг, потому что вот даже вот мне многих, есть такой миф у многих стартаперов, молодых предпринимателей, хочу избегать от слова стартаперы, у них есть такой миф, что хороший продукт сам себя продает, типа я сделаю классный сервис и он будет офигенно всем помогать, решать задачи полезным, все, там красивый логотип, красивый дизайн и ко мне потекут клиенты, телефон будет разряжаться за час, потому что все звонят, сотни писем в день и нифига не происходит ничего такого, более того, ты даже начинаешь наблюдать, что кто-то сделал какой-то жаль камера, ну, это плохой проект, ну, плохой проект, да, а у него клиенты идут и идут, потому что любой проект, любой продукт нуждается в маркетинге, в процессе продаж, в рекламе, даже у Майкрософта есть продажники в офисе, в котором мы сидим сейчас, у них есть продажники, у них есть маркетинг, у них есть разные направления маркетинга, а Майкрософт это однозначно полезный, нужный и востребованный продукт, но и он нуждается в рекламе, поэтому это первое, о чем мне кажется должен думать предприниматель, когда он привлекает какие-то инвестиции, мы часто считаем, ну, мне там на программистов на разработку, да, там, готового продукта надо 100 тысяч долларов, условно говоря, да, а потом кажется, вот эти 100 тысяч... Это неусловно, это все время именно эта цифра и звучит, это уже неусловно. Окей, ну, буквально нужно 100 тысяч долларов, ты сидишь, год колбасишь код, делаешь с программистами, делаешь офигенный проект, офигенный сервис, который работает, ты потратил эти 100 тысяч и дальше не происходит ничего, вообще ноль, потому что ты даже 20 тысяч не заложил для того, чтобы хоть какую-то серию статей на сайтах выпустить о твоем продукте, и ты сидишь и думаешь, как это ссылки на спамить всем в фейсбуке, в личку на закидывать, зайдите сюда, может быть вам надо, купите, потому что ты должен всегда, есть такое понятие уже пошлое немного, BDSM, Business Development Sales and Marketing, да, то есть ты должен изначально уже закладывать во все свои затраты не крутой продукт, а именно, как ты будешь его продавать, сколько тебе салзов надо, какие каналы маркетинга ты будешь применять, потому что для одних одно, для других другое, B2B, вообще там, все, что ты делаешь в маркетинге B2C, оно не работает в B2B полностью, ну может частично как-то, а B2C, да, там, контекстная реклама, погнали, залили туда десятку долларов, да, и погнали, и тебе идут клики, и все окей, а когда ты делаешь B2B продукт, а как правило здесь проекты с B2B направлением, то там нужно по-другому все, там либо какой-то грамотный, очень тонкий СММ, либо статьи в медиа, какие-то такие аналитические, тоже не пропагандистские такие, да, где-то аккуратно сравниваешь и подводишь к своему продукту, или вообще у тебя даже там в подписи написано, что ты основатель датапром, а писал ты вообще просто о e-commerce, и там человек увидел его датапром, зашел, погуглил, зашел к тебе на сайт и стал твоим клиентом, то есть тут нужно очень понимать, как ты будешь это потом продвигать и продавать. Вот как бы у вас направление, data science, это вообще больше такое консультативное направление, да, то есть в принципе нельзя сказать там выделить целевую аудиторию, да, клиентов, а под каждого клиента, допустим, там разрабатывается какая-то стратегия анализа или стратегия реализации решения, так больше сказать или вот допустим, выделять какие-то отдельные... Смотри, в той степени, где можно универсифицировать, там можно применить как бы стандартное решение, а там, где уже нужно уникальное решение, конкретно подстраивающееся под тебя, там тоже может помочь большие данные, потому что большие данные, как мы говорили, они вообще-то о персонализации. Оно работает и там, и там, все зависит от рынка, все зависит от клиента, но как правило вообще клиенты на одном рынке, они как минимум контролируются одними какими-то там законопроектами, то есть уже по этой части оно универсально, уже отталкиваясь от этого, у тебя такая должна быть лицензия, ты столько времени должен тратить, цвет должен быть вот такой. Данные одни, вот допустим, у нас данные финансовой транзакции, да. Прекрасные данные. Вот объемы, которые увеличиваются, и вот уже как бы проект есть, работа с этими данными есть, да. Сейчас в инвекционной программе мы хотим поменять способы и методы обработки этих данных, да, то есть подойти к пониманиям технологий и методов, которые обрабатывают Big Data, и там, выставить соответствующую, ну, NLP и стратегию, и плюс тематика, социальная направленность, да, антикоррупционная, да, то есть показать какие-то коррупционные, шаблонные, коррупционные связи в этих данных, то есть. Ну, вам нужно, я так понял, проанализировать и визуализировать, красиво, чтобы было понятно, этот кредит здесь. А этот хороший. Ну, то есть, как бы, уже визуализация есть такая индивидуальная, а вот такая вот более, там, вот, как вы говорите, там, графовые теории, да, то есть построение социальных сетей, анализ, пастеризация, то есть, в принципе, в этом направлении. Может, это просто неприменимо к вам? У вас вообще, я так понимаю, очень узкое направление. Не боитесь за жизнь? Надо, чтобы камера вас не показывала. Все, спалились. Ну, в любом случае, по алгоритмам Саша может помочь. Вы можете добавить меня в фейсбуке, я отправлю к Саше. Я в киноконтакты все послушаю. Да, да, он что-то там посмотрит, потому что сейчас так наобум очень сложно что-то сказать. Но в любом случае, вам нужно только анализировать, я так понимаю, какие-то связи и на основе этих связей делать те или иные выводы. Ну, достаточно просто. Тем более, если у вас есть данные по потоку денег. Это открытые данные. То есть рынок открытых данных только формируется. Кстати, об объеме даже рынка, вот оба что-то сейчас, количеством, да? То есть рынок, e-commerce, его можно как-то количественно оценить, да? Ну, тоже очень сложно. Я всякий раз не понимаю, как они считают. Ну, вот у меня интернет-магазин, я же им не рассказываю, сколько я купил, продал, какая у меня прибыль. Ну, это мое личное дело. Обязаны информировать о своих прибылях, потоках и так далее. Публичные компании, которые на IPO вышли, торгуются на рынке. Все. А так, вот у меня есть средний магазин, я никому ничего не расскажу. Или наоборот скажу, один. 42. Сколько у тебя денег? 42. Все. Как они анализируют и говорят про рынок e-commerce или вообще про какие-то другие вещи? Я иной раз. Как говорят, есть ложь, большая ложь и статистика. Ну, вот. Поэтому, не знаю, смотрите, экспериментируйте. Вам нужно просто смотреть, экспериментировать. Если вдруг вы кого-то очерните, он придет к вам и скажет, так ты ж плохой ты человек, рассказал, что я тут неправ был, а он тебе покажет декларацию, все будет там чисто, например. Тогда вы поймете где-то не то. Сугубо IT, то есть предоставление, разработка инструмента. Мы отходим от того, чтобы говорить кому-то, что вот он там плохой. Мы даем данные, которые это показывают. Подсказывают. То есть, если человек не посмотрел и понял, вот это плохой. То есть, сами чтобы ничего в этой тему не говорить. Окей. Ну, пока не понимаю тогда, что по результату получается. Это инструмент для кого-то еще? Нет, но инструменты есть уже, как бы и в НАБУ презентации. В НАБУ? Показывали, да. Ну, целевая аудитория больше, это журналисты данных, которые как бы исследуют. А журналисты не могут обманывать? Журналисты кого? Ну, в данных, в исследованиях своих. Нет, данные государственные, открытые, казначейские. А журналисты пользуются этими данными. Проект решает, скажем так, дает инструмент для них во всем. Данные, как бы, генерируются, и с данными все нормально. Кто не обманывает, ну, как обманывает, обманывает, может, собственно, дать эти неправильные данные. Потом попасть под какую-то норму закона. Да. У вас будет очень прикольно, если вы какие-то паттерны будете делать? Ну, паттерны, скажем так, и способы, и методы бездаты, которые там машинленник. Ну, паттерны должны сформироваться, то есть, должна какая-то история пройти. Если визуализировать и посмотреть... В любом же случае, сразу запланировать, это же нельзя, да. Мы там за инкубационную программу найдем паттерн 1 или паттерн 2. То есть, в принципе, плановости здесь поиска паттернов нет. А какая цель? Что по итогу вы хотите? Ну, строим визуализацию. Инструмент для удобной, красивой, основной, визуальной аналитики, да. То есть, вы компания оба университета, вы можете посмотреть, что закупает красиво и удобно, что закупает в университет, когда тратит государственные деньги? Ну, вот, какое-то время посуществуете, определите внутри какие-то паттерны, и уже будете шаблоны делать, потому что пока не будет истории... шаблоны не только на истории строятся. А, кстати, у вас бизнес, вы выдергиваете эти паттерны? В разных проектах по-разному. Ну, в целом, да. Стараемся смотреть. Ну, в дата-скоринге, когда скоринговые модели строим, то у нас там паттерновый анализ. То есть, когда мы знаем, что вот 10 тысяч человек поступило с такими же характеристиками, атрибутами, вот таким вот образом, то мы понимаем, что 10 тысячи первый, он поступит точно так же. В дата-проме у нас по-другому, там, Саша, все, да? Ну, там тоже есть, но не такие. Да, очень хорошо паттерны играют в трейдинге у нас. То есть, рынок, как правило, повторяет себя, истории, жизненные циклы компании, описанные еще Ицхаком Адзизисом. Очень, кстати, крутой чувак, советую почитать. Это просто на века литература, которая нужна. У него есть книга про лидеров, как-то там по буквам, я не помню. Ну, короче, разные лидеры есть. Ни хорошие, ни плохие, они просто разные. Точно так же, как и характер у человека, разные бывают. А вторая книга по жизненным циклам компании. То есть, где она поднимается, где она там живет, где она умирает, где нужно ее или подпитать, или убить. Или она, или она иначе сама умрет. Вот, почитайте про жизненные циклы компании. Это очень расширяет, очень помогает потом строить бизнес после того, когда вы сделали MVP, получили инвестиции, уже знаете, что делать. У вас есть клиент, и ты вроде бы такой молодец, и ты не знаешь, что делать дальше. Да, у меня есть электронный видик. Это книжка? Да, да. Жизненные циклы корпорации. Да, да, да. Потому что мы тоже сталкивались с тем, что хопа, инвестиции взяли, все сделали, что делать дальше? Дальше надо развивать, дальше включаются другие какие-то механизмы, там по-другому все. Иногда, почему очень часто даже SEO меняют? Потому что SEO, который стартапер, который основатель, да, который на своей упертости, харизме, каком-то внутреннем потенциале, он привлек деньги, он привлек внимание к себе, то, как правило, он плохой операционист. То есть у него операционная деятельность очень слабая, потому что он любит, чтобы все было вот такой бурный, кризис, надо что-то решать. А тут хопа, все классно, все хорошо, тебе надо просто каждый день в 9 утра приходить, в 6 часов вечера ходить, работать, отвечать на звонки, и ты такой думаешь, боже мой, когда я попал, зачем мне это надо? Тебе надо что-то запускать, ломиться на гору. Поэтому нередко на каком-то этапе бизнеса SEO меняют. Ставят коммерческого директора, а основатель, тот уж, который первый был, да, он просто в борде сидит, там что-то типа консультирует, к нему типа прислушивается еще, но он уже к тому времени с деньгами. Я надеюсь. Это такой интересный опыт украинской компании Netpeak, которая интернет-маркетингом занимается. Да, да. Вот Артем Бородатюк, он такой прям пост написал, там сколько это, год назад примерно было, такой публичный, осознанный, ну, подход очень получился, потому что он как раз сказал о том, что он в какой-то момент почувствовал, что ему пора уходить. Да, 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 иначе, да, иначе ты тормозишь. Иначе он свою завалит, да, свою же компанию завалит. Всегда, всегда можно начать какой-то новый бизнес, пойти в какое-то новое направление, чуть-чуть отдохнуть и идти дальше, стартовать, запускать. Тем более, если у тебя уже один раз получилось, это повторить успех. Но иногда не получается. Тоже опыт. Хотя зависит от того, сколько тебе денег. Если дали 100 миллионов, наверное, ты просто покупаешь яхту и едешь на остров. И все получилось. И все, тебе же не надо ничего делать второе. Ты по себе расслабляешься, ездишь на Bentley каком-нибудь там 60-го года раритетному, у которого колеса отваливаются. Но это Bentley 60-го года. Вот так. А датапрома-то, а какие услуги у вас там датапрома? Это для интернет-магазинов персонализация контента. Персонализация релевантных товаров для каждого пользователя. Через виджеты, через разные... Ну это как коробочный продукт программы? Да. Мы ставим трекшн-скрипты. Они какое-то время анализируют. Потом мы ставим наши виджеты. Они могут быть в дизайне. То есть есть конструктор этих виджетов. И на странице товара, или на главной странице, на любой странице, видно те товары, которые показываются уникально для меня, для тебя. Я нерелевантный тебе, или вам, допустим. И из-за этого растет привлекательность. То есть нет вот этого отторжения, когда ты видишь, ненужный тебе товар, ненужная тебе машина, ненужные тебе вещи. Потому что сейчас реклама вообще отторгает. Любое навеливание, оно отторгает. Не хочется ее смотреть. У нас баннерная слепота. То есть у меня даже случай такой был. Большинство даунлойдеров, где ты фильмы качаешь, сериалы или еще что-то, они же там по бокам реклама порно какого-то. Кто-то где-то прыгает, скачет на чем. Ну короче, вы поняли, да? Я себе зашел, там качаю, жду, когда там эти секунды пройдут. У меня ссылка появится. Тут заходит мама случайно. И видит это. И говорит, что такое? Я не знал, что ты порно смотришь. Какой ужас. А у меня просто баннерная слепота. Я не вижу этого. Я вижу в себе центральный экран. Я вижу, что мне надо дождаться эту ссылку. А что оно там по бокам происходит? Мне вообще плевать. А она это увидела, потому что она в интернете у меня не часто сидит. Компьютер вот сломался, надо будет за это разобрать. У нее. Ну компьютер у нее сломался. Не важно. Вот. Поэтому нужно рекламу делать такую, чтобы она не отторгала. Из-за этого растет всякие там CTR и прочие вещи. Клики. Кстати, хотелось спросить, а у вас вся дата, где вы ходите? Microsoft Azure. Azure. Да, мы партнеры Microsoft. Можно экономические вопросы, технические по этому Azure. Если быть компетентен. Есть инструменты анализа Big Data, да, в Azure. Мы там разворачиваем кластеры Дэнсайд 2 доллара часа. Это просто анализ, да, по большому счету 50 долларов. Саша, у нас это отходов не может. У нас мы пользуемся машин льонингом, и там базовая модель, вообще для эксперимента складывается. Когда уже используется в боевых проектах, то там зависимость. Ну, мы вообще ж на Беспарке Плюс 2 года, то есть. У нас как бы кредит на каждого разработчика по 150 долларов. Нет, это просто Беспарк Плюс. А, у вас Беспарк Плюс. У нас там 125 тысяч долларов в год. Мы 20. Хотели вопросить Microsoft уже 3 недели по этой теме. Вот они уже дали телефон. Что этого Беспарка Плюс не будет. Ну, то есть для Украины не дают. Да? Они, да, сейчас плачут, программу института. И после вас уже не дают. Успели. Мы выявили все их мощности и ничего еще не было. Они платят. Таня не слышит. Они все слышат. Да? Большая дараться. Да, да. Если получается брать 150 долларов на разработчика, то включите инструмент анализа HD-insight, то за 3 дня уходит этот кредит по большому счету. То есть сильно не наиграется. Смотрите, здесь Machine Learning. Machine Learning, студия Machine Learning. Это студия. Да. И в ней можно, она, во-первых, бесплатная. Там даже можно рассмотреться, даже по регистрации. И там очень много чего можно делать бесплатно. То есть когда уже подключается в проект реальный, то там уже надо за нее платить. А для настройки, для проверки алгоритмов чего-то она бесплатная. Нельзя сказать, что она самая быстрая. То есть на компьютере у себя, когда-то, кажется, хорошее, посчитать, можно быстрее на видеоплатах. Но в целом скорость достаточно хорошая. И главный плюс огромное количество разных алгоритмов. Она очень инфлюктивно понятна. То есть если надо заскриптовать, там есть RG-плот. И потом, с одной стороны, можно ее встроить в проект, сходу оттуда, и это получается быстро. И это намного проще, чем… Ну вот мы считали, нам нужно было найти на фотографии, где находится изображение людей. Мы считали, сколько нам будет стоить это самостоятельно сделать. И поняли, что пользоваться сервисом Microsoft для нас будет принципиально дешевле. Потому что стоимость разработки, написания алгоритма, просто посадить программиста, заплатить ему стоят 3,4 тысячи, чтобы какой-то алгоритм записал, получается дороже, чем по угоду или год использовать сервис, который предоставляет такую же разработку. Очень часто бывает. Поэтому тут от задачи нужно смотреть, но в целом посмотреть, поэкспериментировать, есть возможность. Не обязательно для этого поднимать какую-то вот эту тему. Ну мы поднимаем вот этот inside Spark. Да? Попасть в Spark. Вот там есть, там есть, то есть разные возможности тоже в Машинглёгинге и рабочке. Ну вы посмотрите в Машинглёгинге. Просто я так понимаю, что это не совсем родная ажуротема. То есть это как бы стройка получается. Ее можно где угодно развивать. А это чисто жюровская вещь, естественно, надо будет удобно. То есть если завязываться на инфраструктуру Макросонца, то мы вечно пользуемся этого, потому что они ее еще и развивают. А если алгоритм хороший, вот такая модель работает, то ее лучше в принципе самостоятельно реализовать. Ну а там еще данных? Тейпл? Да, они недалеки. А озеро данных в принципе там есть? Ну вот в Тейплах получается, это на том, где есть база данных, она очень удобная и она далеко не дорогая. Ну было бы однешевле. Ну озеро данных там получается, если терабайт относительно, петабайты 29 тысяч в месяц долларов. Ну если петабайты, то это будет дорого, но петабайты еще собрать там нет. Google относительно, в чем-то он дешевле, в чем-то он дороже. Смотря от того, какой язык. Если язык Java, ну тогда Google, Amazon и вперед. Что-то там будет дешевле. Но если это язык dotnet, ну технологии dotnet, то это C-sharp, то это ажур и разработка намного правильнее, намного проще, намного удобнее. И поддержка кола намного более простая. То есть многие задачи я могу дать одному программисту, разработчику, объяснить, как это сделать, он сделает и при этом не разломает все. На Java такое практически невозможно. Да, C-sharp, да? Ну у нас, да, у нас язык основной C-sharp, и для нас это очень удобно. То есть полностью, ну инфраструктуру... Ну а Python, там такие, Python, Scala, допустим. Python и Scala это медленные языки. Их можно использовать для проверки, для скептования. Но вычисление на Python делать, это неправильно. А на чем вы лучше всего? Ну если бы использовать Python или вверх, то использовать библиотеку, которая написана на C, которая с Python туда данные выгружается, она там посчитала на видеокартах где-то в облаке и выдала результат. Ну если они там макридусуют эти вычисления, ну это надо смотреть. Я просто не питончик и не эро. Я все делаю на плюсах, либо на шарке. А обучалку на Ажоре очень долго делали? Обучалку чего? Ну если модели. В машин-дойлинге есть нейронные сети, есть ворточные нейронные сети, есть всякие разные байеса, комминцы и все остальное. То есть когда заходится и просто настраивается, смотрится как лучше. Там есть много готовых примеров. Общие? Да, это бесплатно. Посмотреть можно бесплатно. А с графами там что есть? Надо посмотреть. Я не смотрю, что там было. Там есть построение графов, но я это честный вопрос. Не, построение, обработка, пастеризация, ревантность. Смотря какие графы. Графы это такая штука очень интересная. Большие графы. Ну то есть это обширная вещь. И с графами он может вначале их предварительно обработать, а потом уже на что-то запустую. С ними может надо обработаться. Это от графа. Но там, если так брать, то очень большой набор инструментов. И он очень простой. Там не надо ничего знать. Понимать. Зон на R зачастую. Если данные обработаны, на что-то лучше. Я знаю, что летучий. Он настраивается, там обучается. Он выставляет просто глобальный параметр. Например, количество нейронов, которые мы хотим, чтобы были в нейронной сети. И все. И оно уже выстраивается на нотре. В принципе, если интерес есть, то я потом расскажу. Приглашаю. И ехал при парковальном. Потом парковальном. Потом поставить церковь. Потому что это длинный. Наташа. Скажешь, какие возможности? Ну, очень хорошая. Феодор. У меня тревелинда волчей, у которой вообще дают. Мария, кот, бреда, гиа, привит и сарагал. Он мне через две недели делал. Лайк, который достаточный. Который с сознанием углубит. А ты что здесь делаешь? Я уже сказал. Сан-прунцы, притапов. Да, да. Там очень крупный. Я тот, который непопулярный такой. Верфлоу, сейчас будет популярный учителем. А потом еще. На концерт на разогреве. Я разогрев. Потому что неровная сеть. Базовый вариант. Это и впрыжется за неровные решения. У меня фото, если вот там. А вот визуализацию на фронтен. В инстаграм больше тоже была на визуализации. Антон, какая там была у Майкрософта визуализация? Помнишь? Паверби. Паверби. Паверби, да. Она очень, в принципе, такая угобная. И ей многие пользуются. Монографы не строят. Она не стоит играть. Под нее всегда нужно написать так, чтобы она не была. А в заделках есть отдельная библиотека, которая просто очень хорошо сходила. Которую мы изучали. Я попытаюсь напомнить, что она даже приемляла. Где-то находил хорошую библиотеку. По ней строили граф товаров в Амазоне. Там очень большой граф. Ну и на этих прекраснейших словах о графах предлагаем перейти в колуары и освободить этот зал. Нас ждет Татьяна Зубец. На совместное чаепитение. Пине, пине. То есть она такие услышала, да? Да, да. Ну, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. 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 Зовите. Большие данные вам в помощь. А как мы можем увидеть? Ну, опять же, через Фейсбук. Да, то есть контакты вам должны дать. Да, да. Ребята, мне нужна помощь. Поставить вот эти пять столов сюда. Размещать просто. Продолжение следует.